Будут танцы, более того скажу, будет очень интересный перформенс от дирижера. Топ-то вид вас. Да, да. Это не просто будет как обычно разговор с залом, это будет вот будет изюминкой. Знаете, у нас в Одессе говорят, вначале тратим гривны, а потом идем менять доллары. Брал 50 гривен, садился в кафе, просто выпить чашечку кофе, побыть вот просто вот в социуме, знаете, вот почувствовать, что вот, а не когда идешь по улице и там 10 метров от тебя там идет какой-то человек, закупоренный весь в маске. Витаю вас, дорогие глядачи, вы дивитесь проект ГІСТ-студии. Мене звати Ольга Глечик, у нас сьогодні в гостях незвичайный гість, диригент, композитор, засновник Харді Оркестра Олексій Андрійчук. Витаю вас, Алексею. Витаю. Еще и тому, что на передодні свята, Международный день жёнок, восьме березня, и вы подготовили очень приятный сюрприз, подарунок для всех жёнок. Рассказывайте, что ждет на глядачей. Да, на самом деле этот проект, скажем так, концепция такой программы созревала достаточно давно в моей голове, но все как-то вот не получилось его доводить до конца. Мы сыграли в Одессе один раз в восемнадцатом году, потом съездили в Измаил так обкатать эту программу, и как бы надеялись, что она пойдет, но потом у нас пошли большие концерты, гастроли, вот девятнадцатый год у нас был очень плотный, и как-то она отодвинулась. Цей проект называется «Вечер танго», так? Да, он называется «Вечер танго», давайте про него рассказываем, как он называется, где он отбудется и коли. Он, который сейчас будет 8 марта в театре на Чайной, мы планируем, будем играть, два концерта в 16.30, 19.00. Почему два концерта? Потому что в условиях пандемии нам приходится работать на ползала, ну таковы правила. Поэтому мы решили, что в праздничный день, чтобы как можно больше людей могло услышать прекрасную музыку танго, провести хорошо вечер с мужчиной, со своими дамами, сделать приятный подарок. Незвычайная такая локация, театр на Чайной, камерная сцена. Чему именно там? Чи это была ваша инициатива? Чи запрошение театру, именно играть танго в театре на Чайной? Вообще, в принципе, это моя инициатива была, она пришла в мою голову летом, когда уже начали ослаблять ограничения, позволять хотя бы 50-процентную посадку зала. Я предложил концертному директору встретиться с директором зала театра на Чайной и обсудить возможную работу на этой площадке ежемесячную. И мы с августа месяца начали сотрудничать, и, собственно говоря, наше сотрудничество мы открыли именно этим концертом «Вечер танго». Потом в сентябре у нас был еще один концерт, потом большой перерыв, и в феврале у нас был концерт, и вот сейчас мы решили поздравить наших женщин, наших дам таким вот прекрасным концертом. Великий у вас коллектив в харді-оркестре, так? Мабуть, не все помещаются в театре на Чайной на сцене. Кого обрали саме для танго? Кого залишили и кого она потом залишила? На афише написано «У виконанні струнного оркестру». К большому сожалению, зал не может вместить в себя 40 человек моего оркестра, поэтому нам приходится работать вот камерным составом, это до 15 человек, потому что более это будет очень громко, грустно и так далее. Поэтому мы работаем пока что только струнным составом. Я не оставляю надежды, что когда пандемия откроется, помимо больших залов мы будем продолжать выступать и в этом зале, и более широким составом, чем 15 человек. Так, сама программа концерта, какие композиции будут выполнены? Чи будут солисти, чи будут танцоры, чи будет только музыка? Это первый концерт, в котором принимает участие новый участник нашего оркестра – это режиссер-постановщик. Будут танцы, более того скажу, будет очень интересный перформенс от дирижера. То есть от вас? Да, да. Это не просто будет, как обычно, разговор с залом, это будет изюминка. Я не хочу рассказывать о ней, пускай люди придут и, собственно, посмотрят. Готовали танго, мне кажется, все-таки станцуют они. Ну, посмотрите, посмотрим, посмотрим. Сюрприз такой добрый. Будут танцоры, будут интересные завязки. То есть это не будет театральная прямо постановка, потому что мы не являемся театром, но это будут вкрапления очень интересные, и я уверен, что зрителю понравится. Солистов не будет как таковых, потому что в основном мы играем это все оркестровые произведения. Ну, из того, что будет звучать, конечно же, знаменитая либертанго. Астора пиетсола и не только. Запах женщины, знаменитая кумпарсита, которая звучит в джазе только девушки, когда они танцуют вдвоем, вот, с розочкой. Ну, и много-много. Мы подобрали танго, который самый-самый знаменитый, который на слуху у людей, потому что, когда человек приходит на концерт, конечно же, он хочет услышать, увидеть любимый коллектив, и услышать то, что вот когда-то он слышал, может быть, в детстве, или то, что родное, любимое его сердце. Так, а особисто вас что-то повязывает с музыкой танго? Можливо, там, перегляд того же самого фильма, или, может быть, под какую-то композицию танго у вас были какие-то романтичные истории? Что-то с танго вас особисто повязывает? Что это для вас танго? Начну с того, что я очень из... У меня жена режиссер. И когда мы выбираем фильм, какой фильм посмотреть, вечером или днем, у нас идет борьба. Потому что она любит смотреть фильмы определенные, смысловая нагрузка, драматургия. А я люблю комедии. Комедии или катастрофы какие-то смотреть. То есть это меня расслабляет. И, конечно же, в первую очередь, танго для меня это в джазе только девушки. Потому что там вот эта сцена, когда они танцуют, вот знаменитая эта танго, мне она очень нравится. С самим либертанго я, в принципе, познакомился с этим жанром. Ну, давно, в подростковом возрасте, когда я услышал по телевидению в исполнении одного пианиста-велончелиста это произведение, либертанго. Конечно, я в него влюбился. Я быстренько нашел ноты. Я стал дома это играть просто для себя, потому что… И, наверное, вот эти зернышки, они тогда были посеяны. И в свое время они дали свой росток. Когда имеешь оркестр, ну, грех не воспользоваться этим и не сыграть такую музыку. Конечно. Ну, о харде оркестре, видомо еще своими шоу-программами. Что такого хардового вы подготовили на подальши концерты, чего ждать в наступном сезоне, на весне, влитку? Какие маленькие спойлеры для наших телеглядачей? Да, мы готовим программу на 15 апреля. Это концерт, который должен был состояться в прошлом году, в апреле, но из-за пандемии нам пришлось перенести. Опять же, что будет интересного? Ну, в первую очередь интересно это сам оркестр, который будет исполнять знаменитые рок-хиты. И в эту программу мы взяли даже несколько новых песен, не для нашего репертуара, а новых песен, которые появились недавно. Скажем, группа «Рамштайн», они выпустили в 2019 году новый альбом. Будут играть и «Рамштайн» в оркестре? Конечно. И «Металлику», и «Квин», и «Скорпионс», и много-много всего другого. Будут и солисты в плане вокал. Есть произведения, где оркестр играет сам инструментально, там и «Сидись» у нас и так далее. То есть это будет интересно. У нас очень клёвый световик. Почему клёвый? Потому что, во-первых, он любит музыку, которую мы играем. Он сам рокер, как и я. И он любит своё дело. И то, что он вытворяет светом на сцене, это действительно невероятно. Знаете, он может действительно сделать из какого-то мизерного набора света сделать классное шоу. Ну, у нас не будет мизер, но это как бы человек, который любит своё дело, и в первую очередь для него это творчество. А всё остальное это уже потом. Договоримся называется. Так. Действительно, мы все ждём великих концертов. Вже хочется весны, хочется open space у какого-то там. На лето, конечно, мы планируем ряд концертов, в том числе новые программы и в формате вечеринок в том числе. Потому что мы видим, что спрос, в принципе, на концерты, он возрос, потому что их стало меньше. Я не скажу, что у людей стало меньше денег. Я не знаю, я не лажу в чужой карман, но судя по тому, что концерты проходят с полными залами, ну, с половинами полными залами, но кто-то собирает по два концерта, по ползала, в сумме это один. И ценник на билет кто-то повышает, кто-то остаётся так же, но сам факт остаётся фактом, что люди ходят, люди хотят, люди за этим соскучились, тем более была какая-то непонятная осень, ноябрь-декабрь, никто не знал, что будет, закроют, не закроют на локдаун, нас всё время бросались с стороны в сторону. Ну, потом после праздников, понятно, как бы все гривны потратили, понимаете, а доллары не хотят. Знаете, у нас в Одессе говорят, вначале тратим гривны, а потом идём менять доллары. Ну, и, звісно, на мистецтво витрачают в останнюю чергу, когда уже такой сложный год действительно был, и люди там в чём-то себе обмеживают, и это обмежение, воно стосуется в первую очередь мистецтво концертов и выступов. Вы знаете, смотря кто, люди есть разные, контингент разный и доход у людей разный. Есть люди, которые вне зависимости от пандемии был какой-то концерт, им всё равно было, сколько это стоит, они готовы. Ведь люди даже во время пандемии, которая сейчас продолжается, когда открыли рестораны, если вы помните май месяц, казалось бы, да, все сидели вообще без работы, рестораны были переполнены. Почему? Потому что люди соскучились просто за общением. Даже я в мае месяце, я просто вот брал 50 гривен, садился в кафе, просто выпить чашечку кофе, побыть вот просто вот в социуме, знаете, вот почувствовать, что вот… А не когда идёшь по улице, и там 10 метров от тебя там идёт какой-то человек, закупоренный весь в маске, там трое полицейские, и там ещё какая-то бабулечка с тачкой. Всё, на всю улицу. Это я говорю за начало апреля. И это было, ну, не страшно, но это было как-то, ну, в смысле, сейчас же не 6 утра, а 12 дней. Так, не хочется про это згадывать, действительно, как это было, хочется, чтобы этого больше не было, чтобы мы все спілкувались, туркались один одного, так? Ну, а сам оркестр, он знал каких-то изменений через пандемию? Я имею в виду в складе оркестра, возможно, у вас стало больше или меньше инструментов, больше или меньше, что изменилось за 20-й год с оркестром? Особо нет, особо не изменилось, наверное, потому что, ну, ребята параллельно всё равно где-то работают. То есть мы не являемся государственным оркестром, мы, грубо говоря, сами по себе. Такой вот, как бы, ну, типа коммерческий проект, но это громко сказано. В удовольствие для себя. И, конечно, когда у нас какие-то концерты намечаются, об этом известно заранее, все с большой охотой всегда кричат «наконец-то концерт», и везде отпрашиваются, меняют свои планы для того, чтобы быть на репетициях, быть на концерте. И вот летом 20-го года у нас было два больших концерта в «Зелёном театре», мы «Квин» играли на «Морвокзале» рок-хиты. Мне даже не пришлось никого там искать. Даже те, кто уехали, они говорили, я приеду, если надо, я приеду. Нам вообще всё равно, сколько это нам будет стоить, мы готовы. Вот всё, что получим там, а тогда же на железную дорогу подняли ещё цены. Мы готовы, потому что мы хотим на сцену выйти, настолько все соскучились. Нет, мы в принципе никого не потеряли, а из приобретений на сегодняшний день это действительно очень хороший режиссёр-постановщик, с которыми… Знаете, есть люди, с которыми говоришь «А», а он тебе уже говорит «Б». Продолжая твою мысль, вот он только об этом подумал, вы вдвоём вот в одном русле, это очень классно. Потому что в творчестве это действительно практически незаменимый человек. Играет музыка. 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 Это правда, что вам приснилась эта идея, что вы так хотели оркестр рассказать про эту историю? Ой, оркестром я хотел дирижировать с 14 лет, но, конечно, кто такому маленькому ребенку, по сути, даст оркестр? 14 лет мне посчастливилось осенью стать за пульт, стать дирижером молодежного церковного хора. Три года я дирижировал, мне удалось этот хор собрать, поднять на серьезный уровень, хотя там пели дилетанты, скажем так, это был аматорский хор. Не дилетанты, а аматоры, наверное, правильно. В 16 лет я уже пел во взрослом смешанном хоре, и я помню, как мы приходим на репетицию, ни первого, ни второго дирижера нет. Оба заболели, забыли передать или администратор забыл оповестить. В общем, ну кто? Ну Алексей, ты единственный, кто здесь умеешь махать руками. И сидит струнный оркестр. Это был мой первый опыт, когда я на репетиции дирижировал достаточно серьезное произведение. Хор Аллилуйя из аратории Мессии Генделя. Это было нечто. Но меня это абсолютно не испугало. Я помню, как я спустился. Да, хорошо. Я закатил рукава, поднял руки. Взмак, все нормально. Потом все подходили. Боже, это так замечательно. Я думаю, что же замечательного. Ну, это обычное дело. Вот. И, конечно, дирижировать оркестром я хотел. Вот у меня мечта была с 14 лет. И до 18 лет, я просто потом, когда поступил в училище, у меня почему-то ушло желание вообще заниматься музыкой на втором курсе. Почему? Я не хочу об этом говорить в эфире. Пусть все будут здоровы. На цикавише залишайте поза камеры. Пусть это будет бэкстейджем. Ну, добрый. Нет, на самом деле я благодарен учителям, которые меня научили тому, что я умею. Но был период, когда некоторые учителя просто сделали так, что мне перехотелось заниматься музыкой. Тем более это подростковый возраст. Знаете, возраст максималист. Либо все, либо ничего. И вот мне этого все, видимо, не додали. И я просто пошел вообще в другую сторону искать себя. Я там и на богословский поступал. И даже одно время работал с братом на стараконом базаре. Трубы продавали. Я думаю, так. Потом там много всего было, на самом деле, если все рассказывать. Это короткие 2-3 месяца, но все-таки в школе работал, вообще образовательный, с детками. И в 21 год я помню вот этот перерыв 3 года с 18 до 21 года. Я помню просто какой-то момент стечения обстоятельств. Я понимаю, что я хочу вернуться в музыку. Ну, по-серьезному. Я, конечно, музицировал там дома где-то с друзьями, с какими-то группами. Ну, это все такое. И я очень хорошо знаю, уже тогда знал профессора консерватории Лесота Владимир Михайлович. И я к нему пришел, говорю, Владимир Михайлович, я хочу вернуться в музыку. Хочу дирижировать оркестром. Хором как бы меня научили дирижировать. Хочу оркестром и оркестровку учить, аранжировки и так далее. Сколько вы с меня будете брать? Он на меня посмотрел, улыбнулся и говорит, Алексей, я с тебя ничего брать не буду. Ты, главное, приходи и я с радостью буду с тобой делиться. И я вот всем говорю, что, по сути, я учился в консерватории. Просто неофициально. То есть я приходил, я получал те знания, которые мне нужны были. То есть я не ходил на все пары, я просто приходил на дирижирование. Владимир Михайлович мне, это так называется, ставил руки. Потому что техника дирижирования хором и оркестром отличаются. И вот в тринадцатом году я бредил оркестром, я бредил. У меня все друзья просто, когда заходил разговор за музыку, они замолкали и старались как-то что-то перевести тему. Потому что со мной говорить о музыке, потому что я всегда все переводил на оркестр. Хочу орке, а я уже их достал. За один год я их достал. Я вот это продолжал, продолжал. И в какой-то момент, опять же, благоприятное стечение обстоятельств под один проект я предложил организаторам, говорю, давайте я оркестр соберу. У вас же как раз рок-фестиваль, а давайте, а давайте. Все, закрутилось, завертелось, дал объявление тогда еще, контакт был актуален. Просто создал группу, разослал по друзьям. И вот так с арафанным радио пошло, 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 пошло. Зараз яку максимально соби ставите таку мрию, планку для оркестра? Чего хочется на ближчие роки досягти, где выступить, возможно? Мне сложно говорить краткосрочными целями. У меня есть большая такая долгосрочная цель. Так, давайте велику, велику. Она очень амбициозная, и некоторые крутят пальцем у виска, но в 2013 году тоже крутили пальцы у виска, что вообще, в принципе, что-то из этого получится. Вот оно все получилось, поэтому я не боюсь мечтать. Конечно же, гастроли по Украине у нас, в принципе, есть плюс-минус, в зависимости от года, от сложности и так далее. Мы очень хотим гастролировать по Европе и, конечно, выезжать уже по всему миру. Но нам предстоит очень большая работа, потому что эта индустрия развивается, все растет, шоу-программы, возможности и так далее. И мы иногда просто не поспеваем за этим из-за каких-то локдаунов, каких-то внутренних перипетий и так далее. Большой коллектив, всегда бывают разные моменты. Но сейчас у нас курс, мы поднимаем планку для себя, мы будем делать совершенно другие шоу, абсолютно. То есть это не будет, конечно, сразу, мгновенно. Вот как раз 2021 год, это наша цель, найти свою, скажем так, нишу направления в этом, чтобы оно не было похоже ни на кого. Я вообще не любитель, как говорят, слизывать у кого-то, воровать чьи-то идеи. Хотя, с другой стороны, знаете, как говорят, нот семь, и все на этих нотах пишут свою музыку, поэтому, ну, то такое. Но хочется найти что-то свое, особенное, интересное, классное, то, что людей будет завораживать, то, что людей будет цеплять, чтобы после концерта, выходя на улицу, помимо слов «вау, как это было круто», у них настолько это закладывалось в голове, что в следующий раз, когда у нас будет концерт, они даже не задумываясь сразу покупали билет. Так. Я бажаю вам всего, бажаю натхнение. Вау, как было круто! У нас был Харди Оркестра и диригент Харди Оркестра, композитор, засновник оркестру Олексій Андрійчук. Спасибо, что пришли. Нагадайтесь, через телеглядачам деколи можно побачить вас, и будем завершивать нашу программу. О, ось наша афиша. Да, 8 марта два концерта, 16.30, 19.00. Вечер танго. Почему эксклюзивный концерт? Потому что танго сейчас исполняем, в принципе, только мы, поэтому концерт эксклюзивный. Вот приходите, будет действительно жарко, как настоящая танго. Дякую. Нагадую, Олексій Андрійчук був у нас в гостях, и вы дивились проект ГІС-студии. Меня зовут Ольга Глечик. Дивіться нашу программу и ходите на хорошие концерты. До свидания.